В 13 лет Александр Мелокостый проснулся знаменитым на всю страну. Он связал свою жизнь с актерским ремеслом, но не побоялся ее изменить, выбрав другой путь. Бывший актер стал успешным бизнесменом, но из-за этого он чуть не поплатился жизнью. Саша родился 8 сентября 1956 года в Москве. Его отец был военно-морским офицером, войну закончил в Германии. Когда мальчику было 6 лет, отец ушел из семьи. Сашу его старшего брата воспитывала мама и бабушка. Однажды, когда Саша гулял с бабушкой, к ним подошла ассистентка режиссера и пригласила на пробы на киностудию имени Горького. На роль Сашу не утвердили, но его фото осталось в картотеке киностудии. Через некоторое время, его вновь пригласили на пробы. И утвердили на главную роль в агитационном фильме «Чемпионы улиц». Фильм призывал детей соблюдать правила дорожного движения. Так Саша в 11 лет дебютировал на экране. Сашу заметили сразу два режиссера. Георгий Янинский пригласил его в свой фильм «Трое», где юный актер сыграл одного из главных героев в детстве. И Евгений Ташков увидел в «Мальчике Юру Львова». Эта роль в фильме «Адъютант его превосходительства» принесла Саше всесоюзную известность. Ему приходили мешками письма из разных уголков огромной страны. Сам Александр об этих съемках вспоминал так, от съемок я получал колоссальное удовольствие. Я же мальчишка, а там революция. Оружие, лошади, достал всех пиротехников, чтобы дали подержать, пострелять из маузера, нагана, винтовки, даже из пулемета «Максим». Это было настоящее оружие. Конечно, из него стреляли холостыми патронами, но грохот, пламя вылетает из дула. Красота. Да и съемки-то проходили в учебное время, в школу ходить не надо. В 17 лет Саше снялся в фильме «Всадник без головы», а через два года в фильме «Гранитные острова». Он поступил в Щукинское училище, и успешно его окончил. Снялся еще в двух фильмах, служил в Московском областном драмтеатре 10 лет, где играл ведущие роли. А затем в 1989 году круто изменил свою жизнь. В 33 года Александр занялся бизнесом, создал и успешно возглавлял компанию по ремонту квартир и отделке офисов, добился финансового благополучия. На его предприимчивость и деловую хватку обратили внимание и предложили ему занять должность заведующего хозяйством Генерального консульства России в Кракове. Потом некоторое время он был заместителем председателя комитета по связям со средствами массовой информации в Федерации комплексного единоборства России, так как сам занимался единоборствами, кунгфу и самбо. Сейчас Александр Викторович трудится на руководящей должности в одном из столичных проектных институтов. В середине 90-х об Александре никто не вспоминал. Но произошло событие, которое получило широкий общественный резонанс. История была невероятной, словно сошедшая с экранов детективного фильма. Александр Мелокостый чуть не погиб от наемника, нанятого собственной женой через посредников. Но преступление было предотвращено, состоялся суд, отправивший виновных отбывать наказание. Жена-злодейка Александр женился по большой любви и удочерил дочь жены от первого брака. Женщина была известным в столице врачом. После 13 лет брака, отношения супругов стали портиться. Жена начала подозревать, что Александр хочет с ней развестись. Ее не устраивала перспектива жить на одну зарплату, так как свое состояние Александр приобрел до их брака. В случае развода, она ничего не получила бы. Женщина решила его заказать. Жена обратилась к двум неработавшим москвичам, они к профессионалу, и это спасло Александра. Женщина заплатила аванс двум безработным, а они в свою очередь, чтобы не пачкать руки, перепоручили заказ бомжу. Он должен был напасть на Александра в подъезде. Но когда час хана стал, не смог совершить преступление. Мужчина пошел в мур и все рассказал. За женой Александра было установлено наблюдение, прослушивался ее телефон. Когда опера получили подтверждение вины жены, арестовали ее и подельников. Александр не мог поверить в причастность жены к заказу, пока не услышал запись ее разговора с подельниками. Обретенное счастье детство звездная роль после славы бизнес-резонанс свое чудесное спасение Александр Викторович считает вторым рождением. Он безмерно благодарен оперативникам, и до сих пор поддерживает с ними связь. Он был женат еще раз, но снова неудачно. Зато в третьем браке, он наконец обрел свое семейное счастье. Субтитры создавал DimaTorzok